Соскучились? Я могу цитировать очень много, вот, поэтому, как было сказано и в книжке, и в замечательном мультике, продолжим разговор. Я летчик Мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я получше с ней отдать. Я летчик Ни черта, ни обо я душу продал, мне кажется, от рождения летал. Я летчик Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, гараж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик Темнеет в глазах на крутом пираже, и давит на сердце мне несколько жир. Я летчик Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик Под крыльями смерть, поправе стальной, и она поднимается в небо со мной. Я летчик Увы, продолжает планета гореть, а значит я снова. Я должен лететь. Я летчик Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить. Даже хмурый денечек Я там в облаках нарисую петлю, гараж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на ней. Я летчик По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик Что на земле мне совсем не понять, заставить хотят меня с троем шагать. Я летчик Награды и деньги совсем не про нас, и кто-то уходит на Боинга, Эйрбас. Я летчик Да мне выучили меня воевать, а значит я должен Обязан летать Я летчик Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю, гараж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю лет уже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне, но только когда не по ней, а на дне, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик Браво! Дорогие друзья, сейчас мы все находимся на концерне прекрасного великого человека. Говорю, реально, великого. Про армию, про авиацию не поет так никто. Но, я его называю своим братом, потому что, ну, действительно, в свое время... Промоутером. И, да, и промоутером, который все промотал. Дорогие друзья, хочу маленькую, такое предисловие, чтобы все понимали. Вообще, откуда родился артист Анисимов на нашей русской сцене? 2006 год. Показ русских витязей «Город Барановича». Подходит невысокого роста, в этих же очках. Вот такой пионер, да. Говорит, что я с местного телевидения поздравляю, хочу взять интервью и все прочее. Ну, понимаете, это командировка, все журналисты стараются обмахиваться. Он говорит, я песни пою. Подожди секундочку, ты сядь, сядь, товарищ, сядь, пожалуйста. Там был тоже, да, я знаю. Два свидетеля. Да, два свидетеля. И, конечно, результат был у Коли один. Так как все это бегом происходило, нас то туда, то сюда, в море мероприятий, он успел раздать шесть дисков, один который попал ко мне в сумку. Ну, и командировка, не буду рассказывать, вот такая командировка, чем все закончилось. Вот, естественно, мы с ним не познакомились, а просто мужик молодец, пишешь песни, отлично. Живи с этими песнями, давай, молодец. И когда приехали в Кубинку, что супруга сидит, она говорит, ну, очередной раз там подарки, книжки, там, ну, их много, куда-то их нужно определить. Я говорю, ну, давай, диск, вот какой-то, смотрю, там, такой серенький диск, помнишь, был там? Ну, ты так, хороший диск, да, мордочка такая красивая была. Я говорю, да диск, разрешите в машину взять. Ну, вставляю в машину, ничего не подозреваешь, что он поет, о чем он поет. И тут вот эти добрые слова, но текст изменил уже два раза. Квартиры свои у меня нету, но когда я жил в общаге, это была просто песня про меня какое-то время. Вот. В общем, этот диск я послушал, прихожу к командиру Царственного Небеса, вот сидит его супруга, здесь Галина Александровна Ткаченко. И говорю, ты же Ткаченко, беру этот диск, говорю, шеф, а тот маленький-то очкарик-то, слышь, такие тексты пишут. Какие тексты нахер? Ну, вы знаете, мужики говорят, втыкаем в агрегат, и тут вдруг понеслись, вот эти слова. Он. Он нам нужен. А у Игоря Валентиновича, у него была такая черта, что если он что-то слышал, зацепится всеми жабрами. Как его сюда вызвать? А мы-то обольство, говоришь, мы земляки, оказывается. Ну, там. Да, и он проезжает, каждый раз через Кубинку. У меня был его телефон. Я набираю, Коля, ты, говорю, не можешь через Кубинку проехать? Это была его трагедия. Он потерял ключи от машины. Честь оставил, правда, совесть все было при нем. Но машина БМВ уехала с Кубинки через второй суток, когда их привезли с Минска, потому что, ну, так встречали его. И вот с этого момента, не буду рассказывать, что там было, как было очень много всего хорошего и не очень хорошего, но потихонечку не мы. Он сам. Раз, два, три. И он сейчас находится с нами. Это голос не Белоруссии, а России. У него паспорт гражданина Российской Федерации. Браво. Снова мне просто хотелось это рассказать, потому что, чтобы вы все понимали, кто он, что он. И вот он. Мы с ним одногодки. Я, правда, хуже выгляжу. Сдал меня, как стеклотаров. Я, кстати, хотел сказать после песни «Я летчик», что были люди в моей жизни, которых, к сожалению, сейчас нет, и которые очень любили эту песню. Это был, действительно, Игорь Валентинович Ткаченко. Галя вот сидит там. Галя, спасибо, что пришла. Много этих ребят было, которых уже с нами нет, которые летают. Был замечательный мой друг Вадим Белослюцев, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Из Комсомольска на Амуре прилетела его сестра Татьяна Белослюцева. Татьяна Белослюцева, Татьяна Белослюцева, Татьяна Белослюцева. И вот у меня сложный шеф на НТВ, Сергей Кузнецов, руководитель программы. Он очень такой, ко всем видео, фото относится так сурово, а тут он говорит, нифига себе. Вот, вот эти всякие творческие вещи Вадика. Ну, тут же, извини, я его так называю. Повторюсь, они с нами.